Привет, с вами Орех, и мы снова возвещаем с Игромира. Угадайте почему, потому что в прошлый раз мы кое-что забыли досказать, а именно о специальных гостях выставки. Сегодня в программе. Новая прошивка PlayStation 3 и красная PSP. South Park, теперь с гитарой. Энтузиаст Internet Award. Сумасшедшие создатели Postal 3. Компания Sony под громкие аплодисменты геймеров выпустила новую прошивку PlayStation 3 в версии 2.0. Среди нововведений Remote Start Energy Savings. Связь PS3 с PSP больше не требует активного состояния PlayStation 3. В спящем режиме всё прекрасно работает. Information Board. Информация от Sony, которую можно отключить. Thames. Теперь можно создавать и закачивать новые темы для любимой приставки, включая замену заднего фона, иконок и даже шрифтов. Темы можно скачать с PlayStation Store или создать своими руками на PC. XMB Color Selector. Можно менять цвета по настроению. Additional Sorting Options. Теперь вы можете сортировать вашу музыку. По годам. DualShock 3 Support. Поддержка нового 6-axis в функции вибрации. PlayStation Network XMB Group. Новая иконка для PlayStation Store. Canon Printer Support. Можно печатать изображения на фото принтерах Canon. Жители Японии веселятся и ликуют, ведь только они получат новую кроваво-красную версию PSP. Приставка хороша собой, как багровый закат, и внушает уважение у настоящих ценителей красоты. Выход Red PSP пока заявлен только на территории Японии 13 декабря этого года. Нам же остаётся ждать только добрых челноков. Новая серия комедийного мультсериала South Park вновь обращается к компьютерным и видеоиграм. После серии про Картмана, замёрзшего ради Ви и жирных поклонников World of Warcraft, нас ждёт адская рубилова в новой серии под названием Guitar Hero, что можно вольно перевести как «Гитарный голубец». Согласно комедийному сюжету, Стэн и Кайл подсаживаются на Guitar Hero до тех пор, пока Стэн не становится настоящим мастером. Так давней дружбе наступил конец, и началась настоящая игровая война. Медиа-компания GameLand на днях объявила о старте первого в России открытого конкурса для энтузиастов, создающих веб-проекты и интернет-комьюнити, посвящённые своим увлечениям. Энтузиаст интернет-эворд. Именно так было решено назвать конкурс, призванный собрать сильнейших создателей ярких и успешных интернет-ресурсов. Конкурс проходит по ряду категорий. Гейминг, цифровые технологии, спорт, тренды, кино, аудио и мотор. Победители ждут солидные денежные призы. Лауреаты первой и второй премии получат по 10 тысяч долларов, а обладатель гран-при получит за свой супер-веб-проект 25 тысяч долларов. И это ещё не всё. Номинанты получат статуэтки и дипломы энтузиаст интернет-эворд, специальные призы от спонсора категории и, конечно же, популярность среди пользователей всемирной сети интернет. Нынешний конкурс, который рассчитан как раз на такого индивидуального предпринимателя, на человека, который сам себе на энтузиазме делает сайт. И сколько он может, сколько он сделает. Вот адресованные таким людям конкурсы и адресованные таким людям стимулы, и стимулы самые серьёзные в истории рунетских конкурсов, потому что никогда ещё призов 25-10 тысяч на конкурсе сайтов никто никому не давал, и вообще ничего серьёзного ноутбука там в премиях не было. Значит, это стимулирование ровно той материи, которая нужна как воздух и которая в дефиците. Поэтому я считаю, что конкурс попадает в совершеннейший в точку. Основная наша идея, почему мы это сделали, и почему мы тратим деньги, время, медийное пространство в нашей компании. Потому что мы считаем, что компания, видением которой производить контент и медиа для энтузиастов, то есть by-энтузиаст, for-энтузиаст, мы, безусловно, должны давать возможности, инструменты, самореализовать себя тем энтузиастам, которые находятся на другой стороне. На другой стороне, имеется в виду любому русскоязычному энтузиасту, который заинтересован или имеет хобби в тех областях, в которых геймлайнд работает, мы пытаемся отдать возможность самореализовать себя через интернет. Остаётся добавить, что в конкурсе могут участвовать все желающие, имеющие за душой хотя бы один интересный и соответствующий тематикам и направлениям веб-проект. Заявки принимаются на сайте www.eeward.ru до 25 декабря этого года. Удачи! А теперь давайте вновь вспомним замечательную во всех отношениях выставку Игромир и одних из главных её героев, разработчиков игры Postal, Винца Дейзи и Майка Джеррета. Что же они сказали нам в эксклюзивном интервью? Что вы можете сказать об игре? Какие возможности ждут нас? И какая присутствует разница между новой игрой и предыдущими? В Postal 3 всех интересует, будет ли главный герой мочиться, потому что русские геймеры действительно любят этот процесс. У нас есть сюрприз. Не только парень Postal будет мочиться, но и мартышки. А вы знаете, что ещё любят делать эти обезьянки. Когда я впервые сюда приехал, я выучил одно русское предложение, и это я тебя описываю. Русские любят мочиться, и я тоже люблю. Я мочусь на что угодно. Так или иначе, вы помните, что первый Postal экшен от третьего лица. Во втором мы видели мир от первого лица. А теперь мы снова возвращаемся к истокам, и вы можете увидеть мир за плечом персонажа. Это будет похоже на другие игры, где вы играете от третьего лица, как Gears of War и Grand Theft Auto. Но это только вид. Сама игра не будет похожа на другие. Мы показываем жизнь парня. Он в новом городе под названием Катарсис, и он всё ещё использует животных как оружие. Что впечатлило вас создать такую игру, как Postal? Что-то случилось в вашей жизни? Я вырос в Бруклине. Наверное, это что-то уже объясняет. Однажды в День независимости мы вставляли петарды в задницы кошек, и взорвали таким образом несколько животных. Думаю, это то, что так или иначе повлияло на меня. Я просто играл в разные злобные, агрессивные спортивные игры, такие как хоккей. Чёрт, да я играл в хоккей всю свою жизнь. Но убивать людей – это тоже спорт? Нет, это не спорт. Это убийство. Хорошо, что вы скажете о главном персонаже? Расскажите что-нибудь про него. Парень Postal представляет всю Америку. Он действительно хороший парень. Ему нравится курить трубочку, он пьёт, он любит женщин. Но его женщина слишком мерзкая. Ну да, в фильме Postal его жену сделали большой, толстой, 200-килограммовой стервой. Мне не нравится. Эта женщина не для меня. Мне нравятся женщины такие, как ты. Повернись-ка к камере. О, супер! Я думаю, что знаю, почему русские геймеры любят главного героя. Просто он обычный человек, такой как все. Он не герой, он не хитман, не шпион, не наёмник. Он просто чувак. А главный герой может быть серийным убийцей, если я не ошибаюсь. Мне всегда казалось, что парень Postal чем-то похож на Клинта Иствуда. Может даже чуть-чуть, как грязный Гарри. Поэтому в Postal 3 существует плохой, хороший и сумасшедший персонаж. Поэтому мы можем играть за полицейского, террориста или просто быть парнем Postal, то есть правильно сумасшедшим парнем. Мы предлагаем вам три разных пути. А сюжет от персонажа зависит. Может быть, будут разные концовки, игровой процесс. Мы сделали разветвлённый сюжет. Поэтому на разных путях будут происходить разные вещи. Поэтому у вас свои миссии, когда вы плохие, хорошие или сумасшедшие. Всё зависит от того, что делаете вы. Будут три разных концовки для каждого героя. Насколько огромен мир? Где мы будем гулять? Достаточно большой и глубокий для парня Postal. Да, он больше, чем во втором Postal. Больше, чем во втором. А мир во втором Postal большой. А что насчёт противников? У парня Postal нету противников. Почему ты спрашиваешь такое? Значит, вы просто наугад убиваете что-то. Собак, кошек. Если ты убиваешь людей в Postal 2, значит, ты создал себе врагов. Одно из ошибочных мнений по поводу Postal это то, что эта игра жестокая. Мы не за жестокость. Мы делаем комедию, веселье, смех. Ведь ставить пушку в зад кошки это смешно. Или мочиться на чьё-то лицо. По-моему, очень забавно. Да уж, очень смешно. Ну, до тех пор, пока это не моё лицо, конечно. В игре мне всё равно. В игре ведь существуют противники, которых ты должен убить. Или ты кому-то не нравишься в игре и можешь просто пройти мимо. Ты можешь убежать, как маленькая сучка. Мы не имеем в виду конкретно тебя. Теоретически, ты можешь убежать. Postal Creep, оказывается, повседневная жизнь. Это действительно круто. Мы не пытаемся делать кого-либо героем. Ты не учёный, которому нужно спасти мир. Ты не солдат, который дерётся с инопланетянами. Ты обычный парень. Поэтому враги в Postal это те люди, которые не понимают тебя. А герой просто защищает свои интересы и себя самого. Он не выходит на улицу и убивает невинных людей. Хотя он может. У нас высокие моральные стандарты в Running with Scissors. Поэтому именно в серии Postal, когда мы думаем о дизайне игры всерьёз, мы думаем о многом другом. Особенно важно, чтобы игра, в которую ты играешь, была весёлой. А ещё круче, если игра не только весёлая, но и реально смешная. Поджигать кого-нибудь, бежать за кем-либо со спичками — это жестоко. Это комедия. В настоящей жизни мы не говорим людям быть жестокими. Мы говорим, что жестокость принадлежит видеоиграм. Ни в коем случае не повторяйте этого в обычной жизни. Насилие — это всегда весело, пока ты не встречаешься с ним лицом к лицу на улице. Именно это ужасная вещь. Насилие — это ужасно. А что насчёт оружия? В игре используются животные? Да, там есть енот. А что вас заставило придумать такое оружие? Ну, нам нравится есть. Нам нравится кушать женщин. Нам нравится есть итальянскую еду, китайскую еду. Мы учимся любить русскую еду. А еноты — они тоже хотят женщин. Ещё какое-нибудь интересное оружие в Постл есть? Да, конечно. Может, это змеи, которых надо кидать во врагов, и они отравляют этих людей? Они выходят из твоих штанов. Ты расстёгиваешь ширинку, и огромная чёрная змея вылезает оттуда. Насколько сумасшедшая музыка в Постл? Атмосферная или тяжёлый металл? Атмосфера всегда сумасшедшая. Но на данный момент мы работаем с разными группами и думаем использовать саундтрек. Но я не хочу, чтобы музыка шла от начала и до конца. Будут определённые места с музыкой, но мы ждём лицензию саундтрека, включая мою собственную группу. А во что вы сейчас играете? Я только что развёлся. Это была большая игра. Ладно, обратно к играм. Игра по Симпсонам только что вышла. Она очень классная. Новый хоккей, Крайзис Демо. Не могу дождаться, когда мои руки дотянутся до клавиатуры. Будешь играть в Вечность. Assassin's Creed выходит. Мы пробовали в неё играть. Она и вправду классная. Мы играли в Хейла, конечно же. Биошок, The Darkness. Кстати, снова о Postal. Он будет и на компьютере, и на Xbox. Есть ли разница между этими версиями? Мы разрабатываем Postal 3 для русской публики. Поэтому главная платформа, конечно же, компьютер. В России компьютер доминирует, поэтому в этой версии не будет редактирования. Там будет всё. А в версии под 360, из-за того, что нам нужно сделать игру так, чтобы дети Билла Гейтса могли играть, мы кое-что вырежем. Когда имеешь дело с дьяволом, нужно делать то, что дьявол говорит. Но мы также и фанаты Mac. Мы поддерживаем Mac и Linux, и мы думаем о PlayStation 3. Значит, вы всё-таки играли бы на компьютере в Postal. Какие консоли вы предпочитаете? Мне нравится всё, но чаще всего я возвращаюсь к компьютеру. Хорошая вещь. А по поводу консолей круто то, что не нужно с ними водиться, и там все игры работают. А так, представь, купил Crysis, и тебе нужен новый компьютер под него. Геморрой. Вы работаете сейчас над чем-нибудь? Игра вашей мечты. Порно-игры нашей мечты? Много лет назад я сделал порно-игру с помощью Macintosh. Это было очень давно. Я работал тогда в Hotware Engineering. Мы взяли Phallos и присоединили его к клавиатуре. Сперва ты должен был выбрать локацию, затем двух персонажей, мужчину и женщину, но без всяких там геев. И у нас была куча действий, которые можно было делать то так, то эдак. Представь, держишь Phallos при соединённой к клавиатуре, и, например, нажимаешь 1, трясёшь 2. Когда ты добираешься до 9, тебе нужно схватиться за него двумя руками, прямо вот так. Это было здорово, здорово, здорово! Он, похоже, кончил. Проблема была в том, что игра была приватной. Ты задаешь вопрос, получаешь ответ. Но была ещё одна проблемка. Не стоит проливать колу на клавиатуру. Ну, вы поняли, о чём это я. Ну, что вам ещё нравится помимо порно? Что нам ещё нравится помимо порно? Если честно, мне не очень нравится порно. Это был лишь бизнес. А я люблю порно. Я его делаю. А мне нравится готовить. Я люблю вино и обожаю женщин. Только вино? Вино, водку и текилу. На этом у нас всё. Скоро увидимся. Пока! Привет, с вами Орех и мы снова свещаем с Игрой Мира. Угадайте почему. Потому что в прошлый раз мы кое-что забыли досказать. А именно о специальных гостях выставки. Дай мне маку, парень. Это Майк Джей, вы смотрите Геймланд ТВ. И если не смотрите, я тебя заставлю, как я заставлю этого человека. Спасибо. Спасибо.